Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Сегодня я поделюсь с вами одной уходовой процедурой за своими волосами, потому что много поступает вопросов по именно уходу за волосами. Поделюсь с вами, покажу вам. Я её уже провела, но процесс сам засняла. Поэтому, если вам интересен такой формат видео, оставайтесь, а я приступаю. Ну и так, как вы поняли уже из названия видео, речь пойдёт о скрабировании кожи головы. Я что хочу сказать, что ни один шампунь, даже самой глубокой очистки, всё равно не очистит нам кожу головы до такой степени, как это сделает скраб. Значит, скрабирование я делаю в домашних условиях. Значит, по совету одной из своих подписчиц, кстати. Спасибо большое, если вы смотрите. Давно, месяца, наверное, три назад, вот она мне подала такую идею, рассказала, что она сама делает такой скраб для кожи головы в домашних условиях. Я на что ответила, что у меня достаточно чувствительная кожа головы, я боюсь. Но, вы знаете, любопытство всё равно, так сказать, победило. И я вот тогда провела первую процедуру. И, вы знаете, результат меня настолько впечатлил и порадовал, что теперь я её делаю на постоянной основе. Значит, для чего, собственно, вот буквально пару слов скрабировать кожу головы, да? Ну, понимаете, кожа головы, она ничем, по сути, не отличается от кожи во всех остальных наших местах, да? На остальных участках тела. Поэтому для того, чтобы, во-первых, улучшить кровообращение, укрепить, соответственно, корни волос, естественно, очистить от мертвевших клеток, да, которые тоже там скапливаются, вот. И, соответственно, тем самым подготовить кожу головы для дальнейших каких-то питательно-хожих процедур, чтобы питательные вещества быстрее, лучше и качественнее проникали и начинали работать. Эту процедуру следует проводить не чаще, чем раз в неделю, рекомендуют. Я её провожу раз в две недели. И, в принципе, довольна. Я не знаю, как летом, может быть, летом я буду проводить её, вот, как раз раз в неделю. Но мне сейчас хватает раз в две недели. Что я хочу сказать? Ограничений, в принципе, по проведению этой процедуры нет. За исключением, конечно, во-первых, если у вас... Ну, аллергия-то вряд ли, конечно, возникнет. Значит, эту процедуру можно проводить только при условии, что кожа головы у вас здоровая. Что там нет никаких ранок, нет никаких, там, не знаю, болячек, нет никаких заболеваний. Знаете, там типа сибарейный дерматит и прочее. Значит, ну и, конечно, чувствительность, да, вашей кожи головы тоже здесь играет роль. Поэтому можно попробовать на маленьком участке, да, посмотреть, как она себя поведёт, не будет ли раздражений. Вот, если не будет, то, значит, нужно уже делать на всей голове. Вот, значит, это как общеукрепляющая, очищающая процедура для нормальной, абсолютно здоровой кожи головы. После неё, конечно, результат заметен. У меня почему-то волосы начинают активнее, они у меня и так бьются. Вот, а после этой процедуры почему-то они начинают биться у меня гораздо активнее. Не знаю, за счёт чего это происходит. И, вы знаете, ускоряется рост волос, кстати, я вам хочу сказать. Если эту процедуру делается на постоянной основе, то, собственно, и укрепляются волосы, и выпадать начинают меньше, и ускоряется рост. Это я заметила. Вот. Ну, собственно, больше я говорить ничего не буду. Сейчас я вам покажу, потому что я, говорю, этот процесс засняла. Вот. И в процессе уже расскажу, объясню, какие ингредиенты, какие компоненты, и как, что, в какой последовательности делать. Поэтому, если интересно, оставайтесь, я и приступаю. Итак, друзья мои, я вот помыла голову, подсушила её феном чуть-чуть. Ну, потому что на... Я считаю, что на совсем влажные волосы тяжело делать, да. Но в то же время на грязные волосы эту процедуру тоже делать нельзя, потому что она теряет свой смысл, как любое скрабирование, да, как на лице, допустим, вы используете скраб. Вы же не мазюкаете этот скраб у грязной кожи. Вы сначала очищаете её, а потом, так сказать, применяете скраб, правильно? Потому что это как бы более... тоже очищение, но только более глубокое. Поэтому оно, конечно, должно проходить на чистой коже. Итак, что нам для этого понадобится? Всего два компонента, девочки. Ну, по крайней мере, сегодня и вот сейчас то, что я буду показывать, это два компонента. Прежде всего, это, конечно же, соль, да, вот она, соль. Желательно-желательно брать мелкого помола, едированную соль, морскую, да. Но в данном случае у меня её под рукой не оказалось, поэтому я взяла обычную поваренную, да. Ну, в принципе, здесь, понимаете, как бы, может быть, даже это не столь важно, потому что, в принципе, вся эта процедура, да, здесь как бы... Основной акцент делается именно на механическое воздействие на кожу головы, да. И неважно, в принципе, какой вы солью будете, едированной или обычной, потому что за пять минут, которые соль у вас будет пребывать на коже головы, вряд ли там какие-то питательные или полезные элементы кожа успеет впитать, вряд ли. Поэтому, в принципе, я говорю, не суть. Я взяла обычную соль, но мелкого помола. Я знаю, что есть некоторые барышни, которые предпочитают крупного, да, но, честно говоря, я бы не рискнула, потому что, во-первых, у меня, я говорю, счастливая кожа головы, я просто боюсь. Не знаю, может быть, у вас пойдёт и крупного помола, я не знаю. Так, и, значит, второе, что мне необходимо, это кондиционер. Это вот такой у меня корейский мой друг, я уже делала обзор на него. Можно взять любой, девочки, кондиционер, бальзам, который вы используете. В данном случае я вообще предпочитаю для такой процедуры использовать наиболее щадящий такой кондиционер, потому что он не содержит в своём составе силикона. И мне кажется, что это как-то, ну вот, силикон в данной процедуре, он, наверное, не очень-то и нужен. Ну вот, собственно, два компонента. Значит, при желании можно добавить несколько капель любого вашего любимого эфирного масла. Я, опять же, говорю, что за 5 минут вот этой процедуры, да, не надо рассчитывать на то, что там какое-то вот эфирное масло окажет какое-то там особенное воздействие на вашу кожу. Да ничего оно не окажет за 5 минут. Это чисто, знаете, так, для аромата. Если вы хотите, можете добавить. Я иногда добавляю несколько капель, буквально 2-3 капли масла чайного дерева, да, поскольку оно обладает явно выраженным антисетическим, антибактериальным таким свойством. Добавляю только лишь с этой целью, и то я понимаю, что, в принципе, за это время, коротенький промежуток времени, вряд ли оно там успеет поработать. В принципе, достаточно вот этих двух ингредиентов. Итак, что я делаю? Беру ёмкость, дальше беру ложку, столовую, как видите, и выдавливаю вот этого кондиционера в столовую ложку. Ну, вот так вот это выглядит. И отправляю в ёмкость. Также в эту же ёмкость я отправляю чайную, чайную, девочки, ложечку соли. Всё, я это делаю теперь, перемешиваю. И, в принципе, скраб готов. Вот этого объёма, в принципе, мне хватает на мою голову. Так, и дальше. Просто по пробору сначала рукой, девочки. Я наношу рукой. Наверное, можно взять как-то, я не знаю, кисточку, там ещё как-то. Вот, наношу по проборам. Вот эту смесь. Ну, а мышца, она легко. Никаких у меня жемчаней нету. Ой, запах такой приятный у этого кондиционера. Нанесла. Вот, видите, мне хватило. Значит, да, единственное, обязательно хочу ещё раз обратить ваше внимание, что эту процедуру можно проводить только при абсолютно здоровой коже головы. Если у вас там какие-то ранки, если у вас какие-то там ссадинки, вот. Или у вас, может быть, какое-то, ну, не знаю, там, заболевание, какой-то сиборийный дерматит или ещё что-то. Вот эту процедуру делать не стоит, поверьте. Это просто общеукрепляющая, очищающая процедура для здоровой кожи головы. Всё, я нанесла. И теперь вот таким образом 5 минут я буду массировать кожу головы. Прямо эта соль ощущается. Я не знаю, вот, кстати, как делаю это с крупной солью. У меня мелко это ощущается. Вот, всё, 5 минут массирую, потом идём смывать обычным образом, просто водой. Потому что голова у нас уже чистая, здесь у нас в составе только соль и кондиционер, поэтому смываем только водой. Вот, собственно, и всё. Массируем 5 минут. Всё, 5 минут я промассировала. Да, видите, можно испачкаться в соли. Она падает, потому что... Поэтому желательно, конечно, что-то накинуть или делать эту процедуру в ванну. Всё, теперь я иду смывать волосы. Ну, вот, дорогие мои, показала я вам, как я провожу эту процедуру. Не знаю, надеюсь, вам было интересно. Если вы ни разу ещё не делали, подумайте, присмотритесь, почитайте информацию. Может быть, это там в интернете. И я могу рекомендовать, потому что, ещё раз повторюсь, даже для моей чувствительной кожи головы, в принципе, эта процедура не является такой, знаете, агрессивной какой-то, которая бы влекла за собой какие-то негативные последствия. Волосы, ну, вот реально прям какие-то такие живенькие после неё. Всё, поэтому, если вам понравилось видео, дорогие мои, не забывайте ставить пальчик вверх, мне это будет приятно. Если вы впервые заглянули ко мне на канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Вот, а на этом позвольте мне сегодня с вами попрощаться. Я желаю вам всем нескучных выходных. Ну, и всё, увидимся на следующей неделе. Пока-пока!